Для пенсионерки Валентины Трифоновой нынешняя течь с потолка не первая такая неприятность. Оказывается, еще два года назад здесь уже был инцидент. И осенние потопы накрыли не только квартиру ветерана труда. Жаловались практически все жители. Но именно Валентине Трифоновой рабочие доставили больше всех неудобств. В октябре, в ноябре стали нашу крышу сбрасывать, этот ромбирует, и перекрывать железом. И вот тут начались проблемы. Сначала у меня, я говорю, проломили в прихожей, там бегали эти наемные рабочие, потолок заделали. Потом у меня стала быть вытяжка. Они ищут, мы тут не доделали, мы-то все это не протекает, а мы все не доделали. Тогда подрядчики смогли привлечь к устранению недоделок. Сможем это сделать и сейчас, уверяют сегодня в фонде капитального ремонта. Два года назад строители реагировали живо. Мы совместно с управляющей компанией вышли, зафиксировали этот момент и отправили претензию в адрес подрядной организации. Подрядная организация, в свою очередь, при наступлении благоприятных погодных условий, замечания устранила. Однако, так как не было сильных атмосферных осадков, было сложно это проверить. Да, факт мы, конечно, зафиксировали, что да, поправили фальц. Дело там не в гидроизоляции, а в том, что замки фальца разошлись. Это покрытие металлической кровли. Сегодня решение однозначно. Крышу дома будут приводить в порядок. Фиксацией нарушений займется специальная комиссия. Фирма «Факел», проводившая ремонт дома в 2016 году, московская. Но ее представители на осмотре новых протечек тоже будут обязательно, говорит исполняющая обязанности руководителя фонда капремонта Виктория Сорокина. Операция намечена на начало следующей недели. Для выявления всех дефектов важно, чтобы потеплело и лед на крыше начал таять. Основная наша сейчас задача выйти на дом, вновь зафиксировать. И это не просто факт, который, ой, давайте зафиксируем, что там течет. Нужно зафиксировать, где течет, что течет и по какой причине. И в какие сроки это нужно исправлять. То есть, все ситуативно. Шестилетний гарантийный срок не закончен. А значит, подрядчик будет устранять все неудобства за свой счет. Главное, чтобы на этот раз фальцремонт не оказался очередным фальцстартом. В фонде капремонта пообещали это четко проконтролировать. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Телекомпания «Город». Телекомпания «Город». – Город. Продолжение следует...